Конечно, никто там ковыряться, это убирать не будет. Да, и как его взять? Конечно, я говорю, вот если вы аккуратно в пакет сложите, у вас все заберут тут же. Старая мебель, упаковки от сигарет и прочий бытовой мусор. Лесополосы села Власиха завалены хламом. Местные жители возмущаются, устали бороться за чистоту. Проходя мимо этого безобразия, дети гуляют. Я не знаю, какой пример мы подаем будущему поколению. Ведь это делают взрослые, тети, дяди, у которых есть дети, внуки. И как они не задумываются о том, что они сами потом ходят, грибы собирают в этих лесополосах. Ну это просто, я не знаю, как тут можно ходить спокойно и видеть вот это вот чудо людской наглости и бессовестности. Но это далеко не единственное место для выброса мусора. Когда-то здесь была воинская часть. Теперь несанкционированная свалка. По словам жителей Октябрьского микрорайона, строительный и бытовой мусор сваливают на территории уже на протяжении 16 лет. Все это время власти на жалобы людей не реагировали. Но они не перестают стучаться во все инстанции. Два дня назад обратилась к нам женщина и сказала, что на бывшей воинской части полигона локатора не санкционирована свалка. Мы решили проверить, правда это или нет. И вот два дня назад мы приехали. А вот мы видим, что это одно из мест, там еще дальше будет. И после вот мы разместили в соцсетях ролики об этой мусорной, об свалке вот этой несанкционированной. Огласка в соцсетях помогла. Местная власть все же обратила внимание на проблему. Этим летом перекопали проезд на территорию и начали проводить рейды, чтобы поймать нарушителей. Однако такие меры оказались бесполезными. Свалка продолжает разрастаться, а организаторов беспорядка так и не нашли. Непонятно кем организовано, скорее всего никем. Просто раньше на месте стояла воинская часть, старые локаторы. Большие рвы, большие ямы, где высыпают различный мусор. Кто высыпает? Ну скорее всего недобросовестные граждане. И скорее всего недобросовестные подречки, которые должны были вывозить этот мусор. Только благодаря общественному резонансу на территории с горами мусора началась работа. Почему свалку не устранили раньше, нам пояснил глава села. Мы ждали 15 число, потому что с 15 числа у нас начинается бесплатный прием на городском полигоне бытового мусора. То есть вчера у меня уже трактор там работал, был подбор, так сказать, комплектовка этого мусора. То есть в куче сгребли мы все, ну а сегодня техника уже вывозит. То есть в течение недели по максимуму мы попытаемся ее вывезти. Ну и дальше также будем ограничивать доступ, рейды проводить. Помочь ликвидировать мусор вызвались застройщики домов на улице десантников. Однако, по словам рабочих, они договорились только на 15 машин, чего для таких масштабов явно недостаточно. К слову, обещанный результат ликвидации свалки жители смогут оценить уже к концу следующей недели. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.